И с нами на связи Джон Херпст, американский дипломат, бывший посол США в Украине. Здравствуйте, господин Херт. Добрый день. Спасибо за возможность поговорить с вами. Пожалуйста. У США нет четкого представления о военной стратегии Украины, и эти информационные пробелы могут затруднить принятие решения о военной помощи. Об этом пишет американская газета The New York Times, со ссылкой на бывших и нынешних официальных лиц США. Какое ваше мнение по этому вопросу? Ну, я считаю, что вообще администрация Байдена неплохо поддерживает Украину в этой войне против Кремля. Но, я говорю, неплохо, они все-таки довольно медленно и робко относятся к просьбам Украины. И, на мой взгляд, эта статья именно подчеркивает эту робкость администрации. Они всегда посылают то, что Украина просит, но всегда поздно и после того, как нужно. И, на мой взгляд, эта динамика продолжается. И это смысл той статьи. То есть, нужно вовремя, это ключевое, да, вот сейчас. Нужно то, что присылается, нужно вовремя, когда оно нужно на поле боя. Это, на мой взгляд, то, что нужно. Дело в том, что мы не посылаем сразу то передовое оружие, которое Украина просит. Например, да, сейчас мы посылаем этой ракеты с дальностью примерно 70 и 80 километров. Но, на самом деле, нам нужно вам посылать ракеты с дальностью 150 километров, даже больше. И, наверное, через, я не знаю, какое-то время мы потом посылаем именно такие ракеты. Но, опять, я говорю о том, что администрация всегда делает то, что нужно, но поздно. А вот вовремя, это сколько во временном промежутке? Насколько быстрее, по вашему мнению, должны проходить такие поставки после подачи Украине заявки? Это все политический процесс. Как будто они немножко боятся угрозы со стороны Кремля. И потом люди, конгрессмены, сенаторы критикуют их за эту медленность, за эту робкость. И потом они решают посылаться. Или российская война совершает еще одну гадость в Украине. И нажим на них делать больше, чувствуется. Тогда они действуют. Ваше мнение, они понимают это уже или нет? Вот в администрации понимают, что нужно действовать быстрее. Это критически важно для Украины. Нажал, в конце концов, они в этом не разбираются. Есть высокопоставленные лица, которые это прекрасно понимают. Но они не делают решения. Но опять, это не значит, что Кремль победит. Но наша помощь, если бы мы посылали больше, быстрее, было бы гораздо лучше для вас. И ваша победа наступила бы быстро. В Госдепартаменте США заявили, что все войны завершаются за столом переговоров. Однако в данной ситуации такие переговоры, очевидно, не состоятся в ближайшее время. Как же могут разворачиваться события, по вашему мнению? Пока мне кажется, что американское правительство не требует переговоров. Я думаю, что они просто говорят, что будут когда-то переговоры. Но я думаю, что они понимают, что Россия не интересует переговорами. Они хотят на самом деле все. Все-таки диктовать политику Украины. И безусловно, Украина не может пойти на переговоры сейчас. Поэтому я думаю, что переговоры они где-то в будущем, но не сейчас. Скажите, вот опять-таки у СМИ, конкретно у канала CNN, есть информация о том, что США, ЕС и Британия регулярно проводят встречи по поводу войны в Украине. Известно ли вам что-то о параметрах этих встреч? Что там обсуждают? У меня нет достоверной информации об этих разговорах. Про этого я не могу сказать. А почему такая информация появляется в прессе тогда? Ну, то, что они говорят о войне в Украине, это имеет смысл, на мой взгляд. И если они вместе решают, что нам нужно посылать больше оружия, это хорошо. Но опять, я не знаю именно сущность их разговоров. Ну да, знаете, главное, почему говорят о войне в Украине без Украины здесь нас интересует. Ну, если они говорят вместе, это не Россия и Америка, которые говорят, это Великобритания и Америка, и мы очень близкие союзники. Поэтому в этом я ничего плохого не вижу. То, что нужно, ну, это опять еще вам посылать сильное и передовое оружие. Достаточно ли, на ваш взгляд, санкции против России со стороны США и ЕС? И вот когда Россия полностью ощутит на себе это давление санкций? Ну, эти санкции строгие, и они на самом деле причинят большой спад в российской экономии. МВФ и другие финансовые утверждения говорят, что национальный продукт России упадет в этом году, может быть, 12%, может быть, 16%. И это большое. Падает так далеко, это много. Но вы правы, что наши санкции могут быть сильнее. И мы работаем в эту сторону. А вот Россия упорно не хочет публично признавать вину за содеянные военные преступления, за то, что ставит мир на грань продовольственного кризиса. Как дипломат, можете дать оценку действиям посла России в ООН Небензи, который просто встал и вышел во время заседания Совета Безопасности? На мой взгляд, это ошибка. Потому что это дает Совет возможность говорить об этом без участия России. Поэтому для Кремля это ошибка. Но все, которые разбираются в ситуации, понимают, что российская блокада на вывоз из Украины – это как раз причина этого глобального кризиса. Но я жалею тот факт, что публично страны, которые требуют вашего пищена, не готовы публично критиковать Россию за эту беспощадную политику. Чего же они ждут? Ну, они как-то считают, что это война между Украиной и Россией. Это как-то война между Западом и Россией. И они не хотят быть участниками в этом конфликте. Но то, что странно, опять, действия России причиняют громадную голоду в их стране, в своих странах. И я не понимаю, почему они не готовы выступать против этого. Вот вчера мы все наблюдали реакцию министра Лаврова в Турции, когда журналист задал ему вопрос о краже зерна в Украине. Он сначала просто нахамил, а потом быстро ушел. Как вообще реагировать на такое поведение? Ну, Лавров понимает, что Россия крадет ваше зерно. И он просто не хочет ответить на тот вопрос. Потому что, безусловно, он не может говорить правду, если он хочет остаться министром иностранных дел России. И он не хочет просто врать. Хотя он довольно часто является вруном. Ну, с поличным поймали, да, что называется вора? Да. А при этом вот мы говорили еще об вот таком хамском поведении, да, как вообще дипломату позволено вести себя вот так вот хамско. Это вне всякой этики дипломатической. Ну, нужно понимать, что дипломатия – это шоу. И есть разные тактики. И это одна тактика. Хотя вы правы, что это хамская тактика. А у вас вообще какое осталось впечатление от общения с российским дипломатическим корпусом? Ну, вообще, я сейчас не в контакте с ними. Ну, когда были, да. Сейчас нет, потому что три недели тому назад МИД России дал список о людях, которые не могут никогда приезжать в Россию. Я на этом списке. Поэтому российские дипломаты, я думаю, что не хотят с вами контакта со мной. Ну, это и есть ответом на вопрос. Спасибо вам большое. Спасибо. На связи со студией Freedom'а был Джон Хербст, американский дипломат, бывший посол США в Украине.